Настоящая атака насекомых. Жители сразу двух домов Риотова страдают от нашествия паразитов. Всему виной соседи. Они тащат в свои квартиры мусор с помоек. Своими силами жильцы не справляются, так что пришлось вызывать на помощь коммунальщиков. В нехороших квартирах побывала и наша съемочная группа. Дворники сменили метлы на мусорные мешки. И сегодня они работают на четвертом этаже 14-го дома по улице Гагарина. По плану уборка квартиры. Такого, признаются, они еще не видели. Мусор от пола до потолка. Пытались туда внутрь пробраться, посмотреть? Пытались окно открыть, потому что дышать нечем было. Что там в квартире? Тараканы и мусор полностью. Комната, кухня, все в мусоре полностью. Как вначале вы видели. А тараканов много? Много полностью. Вся стенка. Уже час трудятся. Освободить смогли только часть коридора. Старая одежда, газовые баллоны, шприцы. Все, чему место, казалось бы, на свалке. Сотрудники РЭО даже капюшон снимать не рекомендуют. Тараканы сыплются прямо с потолка. Как только открыли эту злополучную квартиру, они высыпали отсюда огромной толпой и разбежались по всему подъезду. Сейчас попробуем позвонить в эту квартиру и узнать, как же людям такое соседство. Дверь нам не открыли, но, скорее всего, испугались не корреспондента с камерой, а насекомых. Тараканы буквально кишат у дверей соседей и ждут удобного момента, чтобы попасть внутрь. Жильцы неоднократно обращались. Что могли, мы то делали. Вот обрабатывали тараканов, разыскали дочь. И вот сейчас мы занимаемся этой квартирой. После того, как вывезут весь мусор, будет какая-то салон? Будем обрабатывать. Опять вызвали СЭС, обрабатывали лестничную площадку и ее квартиру. Федорина горе в масштабах этого подъезда длится уже не первый год, рассказывают соседи. Они не раз объясняли владелице квартиры, к какой катастрофе приводит ее собирательство. Пытались вразумить женщину и родственники. Теща человек неадекватный, она носит все с помойки и забивает квартиру. Мы уже несколько раз вывозили, но в этот раз мы не успели. Она забила квартиру буквально за пару месяцев. Все, что накоплено за пару месяцев – в мусорные мешки и в контейнер. Одним, правда, здесь не обойтись. Похожая ситуация и по другому адресу. Ленина 20 и еще один Реутовский адрес, на котором освобождают квартиру очередного городского Плюшкина. Здесь рабочим удалось пробраться в квартиру, поэтому мусор они просто выкидывают с четвертого этажа сразу в контейнер. Жильцы соседних квартир наблюдают из окон. Такое соседство их явно не радовало. В мусорный контейнер летит посуда, тряпки, книжки. Все это бабушка Наташа приносит домой со свалки. Ну, вещи новые выкинули, пиво и вазочки, все кувшины. Новых вещей здесь, конечно, не было. В своей двушке бабушка складировала все, что уже отслужила соседям. Из-за антисанитарии у нее завелись клопы, которые сегодня не дают жизни всему подъезду. И вот сейчас у меня баллончик в стопе, я каждый день травлю сама, потому что сил нет. И они приходили в инспекцию и говорили, бесполезно бабушку тебя травить, потому что они ползут вверх каждый день к тебе. И вот я сплю с клопами каждый день. Сейчас уже на кухне стали клопы. Соседка сверху Нина Тихоновна рассказывает, уже не раз вызывала дезинфекторов. Только хватало их работы ненадолго. Спустя неделю клопы снова атакуют. Письма в РЭУ писали всем домом. И управляющая компания пришла на помощь. По обращению жителей было принято решение как раз дезинфицировать эту квартиру. Вы убрать плохие вещи, как-то в дальнейшем будет оказана помощь, что-то сделаем. На данный момент все выносится, все очищается, все обрабатывается. Обе квартиры освободили от мусора и продезинфицировали. Правда, насколько этого хватит, неизвестно. Каждый раз очищать жилища женщин от хлама у коммунальщиков просто не хватит средств. Видимо, все-таки жильцам придется выдумывать свои способы борьбы с насекомыми. Дарья Макаровская, Алексей Оводов для РТВ.